Добрый вечер! Рады приветствовать у нас в гостях Виталий Немиренко, директор компании Vinex Trade. Здравствуйте! Виталий, наши партнеры интересуются вашей личной жизнью, поскольку вы стали открытым человеком, который должен показать свой бизнес как можно с лучшей стороны. Поэтому они задали вам вопросики и вам придется на них ответить. Вы готовы? Конечно, давайте! Окей, тогда поехали! Итак, первый вопрос. Вернемся в детство. Все мы когда-то были маленькими детьми, все мы мечтали когда-то кем-то стать. Кто-то хотел быть врачом, учителем, кто-то парикмахером, космонавтом и так далее. Кем хотели быть вы? Трактористом. Трактористом! Очень интересно! Трактористом! Я просто паузу с тела потом вырезать. Была такая мечта стать веб-разработчиком. Это интересно, это уже что-то как-то пересекается с нашей деятельностью. В принципе, да. Довольно таки давно была мечта иметь какую-то свою компанию даже еще с самого детства. Заниматься чем-то своим. Но идти в направлении веб-разработки еще даже в школьные годы я постоянно занимался. Вот есть уроки информатики и вот постоянно где-то там на первых местах где-то там какие-то олимпиады ездил. Постоянно где-то что-то вот в этом формате. Прошу прощения, перебью. Вопрос. Это начиналось вот когда еще компьютеры такие большие были или нет, или уже плоские? Нет, это было еще когда белые вот эти такие большие, ну как телевизоры, мониторы такие. Уже с того момента хотелось быть веб-прежиссии. Я вам скажу, что я еще помню такие программы, как Паскаль. Нас когда-то в школе там обучали. И я помню, что такое дискета, когда там памяти совсем чуть-чуть, мы там вставляли какие-то картинки, сохраняли какие-то тексты, туда записывали. Ходили там в магазины, покупали их. И вот с этого у меня просто очень большой интерес был именно в это направление. Это все хорошо. Ну, значит тогда вы пришли по правильному пути и сейчас, я думаю, чувствуете себя более-менее хорошо. Больше скажу, я даже очень много разбираюсь в теме веб-разработок на данный момент. Мне это было интересно еще со школы и после школы, и на сегодняшний день я также еще обучаюсь именно этим направлением. Это показатель, это хорошо, когда человек всегда развивается, не стоит на одном месте. Это прогресс и это хорошо. Итак, следующий вопрос. Поскольку мы еще в детстве, начали с детства, скажите, пожалуйста, какой у вас был любимый мультфильм? У меня на самом деле не было никакого любимого мультфильма. Я смотрел абсолютно все, и у меня не было приоритета на какие-то там, на что-то одно, на другое нет. Вот просто то, что мне нравилось, я то и смотрел. Ну, погоди, смотрел. Это хорошо. Томми Джерри смотрел. Ну, то есть это те мультики, которые мне нравились. А я вот надеялась, ну, были мысли такие, что один из мультфильмов, который мог заинтересовать будущего веб-программиста и директора инвестиционной компании, такой мультфильм, как «Буратино», когда он закапывал монетки, говорил такую фразу, да, и говорил «крэкс, фэкс, фэкс», ну, что-то такого плана, да, и поливал водичкой эту, значит, там, тайное место, да, где должно было вырасти дерево и было бы много-много денег. То есть это такой первый намёк на инвестицию, да, то, что вот можно вложить определённую сумму денег, проинвестировать, и из неё получить уже довольно хороший капитал. Но, увы, я не угадала. Вы знаете, я вам скажу честно, я даже не смотрел этот мультфильм. Как? Серьёзно? Ну, я не смотрел. Я, на самом деле, очень мало смотрел мультфильмы. Вот, ну, это были там Томми Джарри какие-то, ну, погоди, вот то, в принципе, такое. Вот я смотрел. Мне как-то было, не знаю, я, ну, не интересовала, вот серьёзно, вот какие-то мультики, вот такое, не особо интересовало. Хорошо. Хорошо, я вас услышала. Тогда следующий вопрос. Сколько вам лет, если вы не смотрели мультики или же не интересовались? Вы уже вышли из этого возраста или ещё не дошли к ним? Я так понимаю, что партнёры хотели бы, возможно, поздравлять вас с днём рождения, поэтому их интересовала бы ещё и дата. Ладно, можно год упустить, ну, хотя бы дату. Вы знаете, дату своего рождения, в принципе, как и день, так и месяц, так и год, я абсолютно не скрываю. Это есть везде в открытом доступе, даже в документах компании, там есть моя дата, это 14 марта 96-го года. Вы такой молодой и зелёный, а уже директор компании. Ну, в свои 26 лет... Можно брать пример. Да, в свои 26 лет, в принципе, я считаю, что есть уже, ну, кое-какие успехи. Это не те успехи, к которым мы стремимся, но я считаю, это уже тоже маленькая ступенечка к большим результатам. Окей, благодарю за ответ. Идём дальше. Сначала мы побывали в детстве, сейчас мы переходим более в подростковый возраст. И такой вопрос, какой у вас был такой самый интересный, самый смешной случай из жизни, вот как раз связан с таким возрастом? Возможно, связан с родителями, с одноклассниками, с друзьями. Такое, чтобы вам запомнилось вот на всю жизнь. Давай этот вопрос минус. Я даже не знаю просто, как на него ответить. У меня нет в памяти таких вот моментов. Из самых запоминающихся моментов своего подросткового возраста я могу подчеркнуть сотрудничество с косметической компанией, в которой я проработал порядка пяти лет, и в свой выпускной. Вот это было действительно интересно. Компания, с которой я сотрудничал, в принципе, там достаточно хорошие результаты были. Это еще с подросткового возраста проработал я там с 2010 до 2015 года. В принципе, работаю я доволен, но это компания, которая ставила некие ограничения. То есть там как бы был карьерный рост, но не было денег. То есть ты строишь структуру, ты постоянно развиваешься, постоянно товарообороты, но ты не видишь желаемых результатов. То есть у тебя статус есть, но денег нет. Поэтому вы решили свою компанию уже улучшить, насколько возможно, имея опыт предыдущих компаний? На данный момент, да. Те маркетинги, которые я прописываю здесь у нас в компании, в принципе, как раз это все вот этот опыт, накопившийся, вот я его вкладываю именно в эту компанию. Отлично, благодарю. И как пришел Ваш выпускной? Выпускной это было на самом деле вообще отдельная такая история. Это за день до выпускного. Я помню такую интересную погоду, на улице сетит солнышко, все хорошо. Вечером перед выпускным мы пошли посидеть со своими одноклассниками. Перед выпускным? Перед выпускным за день просто. Ну вот вечером, вот сегодня вечер, а завтра уже утром выпускной, точнее вечером уже выпускной. И мы пришли там в соседний населенный пункт, посидели там в теннис поиграли, в бильярд поиграли, там было такое заведение. Мы поиграли и такой выходим и понимаем, что на улице погода совсем, прям совсем-совсем поменялась. И мы понимаем, что нам еще 5 километров пешком нужно идти. Доходим мы такой метров 200 и понимаем, что мы уже на ногах практически не стоим, потому что сзади нас подрывает ветер. Настолько сильный ветер был, мы зашли в там заведение было, мы зашли туда, смотрим такие на улице, там деревья вот так вот летают по улице просто. Это был какой-то ураган? Это был 2013 год, это просто внезапно, абсолютно начался такой сильный просто ураган. Все трава, вот эта вся пыль, короче, вот это все капец-капец на улице был. Когда оно все закончилось, мы выходим и понимаем, что там капец, там просто капец. Деревья поломанные, провода валяются на полу, света нигде, соответственно, нету. А на следующий день выпускной. И утром мы добираемся домой, за нами приезжает папа моего одноклассника, и мы добираемся домой. И понимаем, мы едем по дороге, видим, деревья валяются, лежат вот просто на дороге, так вот объезжаем, как-то, короче, добрались домой. И мы понимаем, что завтра выпускной. Утром, конечно же, все приходят в школу. Полшколы раскрыто, шифера вообще не было. Да, там было, ну не полшколы, там очень много шифера просто поулетало. Во дворе деревья лежат, куча всего, шарики, которые мы надували, приготовили, конечно же, их там не было. Они улетели, все полопали. Самое интересное в этой ситуации то, что света-то не было. То есть, все обесточено, у нас музыка, у нас там танцы, вот эта вся история, а света-то нету. Давай искать генераторы, давай бегать, искать шарики, надувай это все, готовится. Это же холодильники, это выпускной, это же там приготовили покушать. Вот это было действительно вот самозапоминающееся. Да, ну теперь, услышав эту историю, я понимаю, что такое точно не забудешь. Такое точно не забудешь. Классно. Ну, не классно. Для кого, да, для кого как. Хорошо, Виталий, партнёры ещё интересуются, как вы любите проводить семейные праздники. Поскольку мы знаем, что вы семейный человек, поэтому вот интересует, вы любите как, более такие тихие вечера семейные, с родителями, да, в кругу семьи. Либо же для вас, ну, вас заряжают, там, друзья, тусовки, где-то отдых в клубе, вот в таком плане. На самом деле я абсолютно семейный человек, вот прям вообще. Я могу покушать и уйти спать. Вот так вот. И праздник закончился? Для меня, в принципе, да, для меня праздник заканчивается. Я не люблю много сидеть. Я, в принципе, не люблю такие какие-то активные тусовки, клубы там ночные, там, выпивка, ну и так далее. Это не по мне, вот. Я как-то более спокойный человек. Можно вставочку? Судя по нашему корпоративу... Я бы не сказала, что вы любите покушать и поспать. Отдых оказался довольно активный. Все партнеры очень-очень довольны. И за это вам благодарны. Тут нужно смотреть на то, какая активность. Если активность там поехать в горы покататься, где есть природа, там речка какая-то, вот это я очень люблю. А что касается там тусовки, ночные клубы, громкая музыка, алкоголь, ну это не по мне. Я поняла. Ну правильно, так как вопрос был поставлен именно семейные праздники, вы ответили, что вы любите, да, покушать, отдохнуть, уйти отдыхать. Да. У нас большая семья, у нас постоянно какие-то праздники, у нас столы накрываются в три этажа просто. Поэтому вы много кушаете, да? Виталий, скажите, пожалуйста, как вы можете описать работу своей мечты? Описать? Какая наша мечта? Даже не знаю, как описать. Вот я просто делаю то, что мне нравится и всё. Отлично. То есть у вас не было представлений, вот как бы вы хотели работать в плане того, где-то на какой-то фирме, но я так понимаю, поскольку вы уже директор, то вас другие варианты не интересуют. У меня на самом деле моя жизненная история, мой путь достижения вот того результата, который есть сейчас, он проходит с самых школьных годов. Это действительно была работа, работа на себя в косметической компании, потом работа по найму, потом опять работа по найму. И когда я работал по найму, у меня уже была идея создания своего собственного бизнеса, я к этому уже стремился. Вот как раз следующий вопрос был, работали ли вы когда-то на наёмной работе. Здесь уже прозвучал ответ, но хотелось бы уточнить вот, да, ещё такой подпункт. Когда вы работали на наёмной, да, на работе, какой у вас был директор? Чем он вас устраивал и чем он вас не устраивал? В принципе, все свои моменты работы, я могу сказать, то, что это прошло максимально круто. У меня были руководители максимально классные ребята, не было никаких конфликтных ситуаций. И я всегда, где приходил на самую такую маленькую должность обычного рабочего, я старался достигать каких-то успехов менеджера, более руководящих должностей. Это хорошо. Значит, у вас был пример хорошего руководства, правильно, что вы могли себе перенять какие-то определённые черты для работы сейчас в коллективе? Вы знаете, у меня даже такие жизненные ситуации были, работы с руководством, то, что я даже очень много помогал руководству и говорил, как это будет сделать правильно. Хотя это, ну, как-то не по статусу, потому что ты же всё-таки, там, допустим, менеджер, либо обычный, там, сотрудник простой. И давать советы руководителю, но я давал очень часто хорошие советы, которых прислушивались и делали, и оно действительно получалось так, как необходимо. И за это, наверное, я как раз и достигал с обычного, там, работника до, там, менеджера. То есть вы были активным, ну, активным работником, да, который всегда стремился к росту, к развитию и, соответственно, шли по карьерной лестнице довольно успешно. Да, совершенно верно. Ну, как бы, мы сейчас стремимся к лучшему. Теперь, пожалуйста, назовите свои сильные стороны, как директора уже в своей компании. Не хотел бы я называть свои, там, сильные, слабые стороны. Я считаю, что у нас огромная команда, и вот вместе у нас есть такая, ну, такой костяк людей, с которыми мы просто двигаемся вперёд. И какие-то, там, сильные стороны, слабые стороны. В принципе, я даже не хочу об этом говорить. Это здорово, это здорово, то, что вы, у вас чувствуется командная игра, да, то, что вы не один, вы себя не выделяете среди всех, а вот то, что вы конкретно работаете с командой. Это очень, ну, показательно. Это круто, потому что партнёры как раз видят вот эту открытость, ваше желание быть с ними на одной волне. И, в принципе, я думаю, что это то, что как раз даёт компании развитие и силу двигаться вперёд. Потому что, насколько нам известно, да, у нас есть инициативная группа, где активные партнёры могут точно так же как раз рекомендовать и вносить какие-то коррективы, ну, по работе в компании. Ирина, вот как раз касательно командной работы, я придерживаюсь такого принципа, что лидер — это не тот человек, который находится просто где-то там впереди. Ну, вот мы видим там вот где-то человека, ну, нам надо на него равняться. Это должен быть человек, который будет в коллективе. Это должен быть человек, который должен жить понятием, если ваша команда будет зарабатывать, если ваша команда будет там строить и развиваться, ну, строить свою структуру и развиваться, соответственно, в любом случае вы будете зарабатывать. Потому что мы понимаем, мы работаем в компании сетевой, это сетевая компания, потому что вы рекомендуете компанию другим партнёрам, и компания за это вас, соответственно, поощряет. И за то, что компания вас поощряет, вы зарабатываете, зарабатывают ваши вышестоящие наставники, зарабатывает, собственно, сама компания. Я не выделяю себя никак из той команды, которая у нас на данный момент есть, именно поэтому, наверное, у нас компания как раз очень быстро развивается и развивается успешно. Я с этим согласна, потому что действительно партнеры вас уважают, они относятся к вам с таким теплом, открытостью и насколько я вижу со стороны, то что абсолютно все только за движуху, за то, чтобы компания развивалась как можно быстрее и все хотят внести что-то свое, чтобы подарить вот этот толчок и на дальнейшее развитие компании. Чтобы вот каждый был причастен к тому, что он является в компании какой-то определенной частичкой, которая действительно играет какую-то важную роль. Вы знаете, когда вот мне люди дают какие-то советы, вот даже есть у нас инициативная группа, когда там пишут какие-то недочеты или какие-то советы по сайту, в целом по компании, по запуску каких-то других направлений. У меня есть блокнотик, я себе всегда это все дело записываю, я всегда прислушиваюсь к мнению именно участников инициативной группы. Блокнотик? Блокнотик, да, у меня точно такой же есть. Вот, я всегда прислушиваюсь к тому, что люди говорят, я могу не сделать это сейчас, либо не придать этому большого значения, но я про это знаю, я это все дело вижу, у меня это все дело записано. И те направления, которые предлагают наши участники, мне в личные сообщения пишут, я себе записываю и в принципе готовлю техническое задание. Если я понимаю, что участники смогут на этом заработать, компании это будет интересно и прибыльно, то я себе прописываю техническое задание, обсуждаю это дело с техническим отделом и шаг за шагом мы внедряем эти обновления у нас на сайте. Я думаю, вы уже видите, у нас инвестиции уже доделаны до идеальности, все работает как надо. Сейчас у нас интернет-магазин запускается, после магазина у нас страховая компания сотрудничества, у нас аренда автомобилей, мы также ее добавим, об этом я не говорил на корпоративе. Вот мы еще добавим сервис, с помощью которого люди смогут арендовать автомобили по всей Украине. Это круто, потому что вот буквально вчера у меня от партнера поступил вопрос, автомобили можно арендовать только в Одессе или уже все-таки можно по всей Украине? Ну, на данный момент, это сентябрь месяц 2022 года, то, соответственно, пока только в Одессе, потому что у нас нет сотрудничества с другими городами, но я на данный момент хочу заключить договора с людьми, которые держат автопарки и уже с помощью нашего сервиса, соответственно, сдавать в аренду автомобили и, соответственно, люди смогут на этом зарабатывать, потому что там будет партнерская программа. А директора этих компаний также смогут зарабатывать за счет того, что мы им будем давать клиентов. Да, это круто, это классно, отличные новости, ну, вообще просто. И напоследок хотелось бы спросить, возможно, вы сможете дать какой-то совет, открыть свой маленький секрет, вот как нашим партнерам оставаться всегда в таком позитивном и веселом состоянии, как пребываете вы? По крайней мере, ну, зачастую партнеры видят именно вас таким. Вы знаете, вот много ситуаций, которые могли бы расстроить в жизни, там, какие-то недочеты, где-то не успели по срокам, личные какие-то проблемы. Вот все, что такое вот происходит, оно должно оставаться внутри, где-то там дома, где вы находитесь, и никак оно не должно пересекаться с вашим бизнесом, с вашей работой, ну, вообще с тем, чем вы занимаетесь. Всегда нужно быть на позитиве, вот, понимаете, вы же видите, да, какая у нас сейчас есть аудитория, там, почти 4 тысячи компаний регистраций, и у нас, в принципе, все люди позитивные, нету никаких конфликтных ситуаций, как это я наблюдаю в некоторых компаниях, где там какие-то разборки постоянные, какие-то там агрессивные. Даже вот сейчас на корпоративе, который происходил у нас, ну, вчера там посидели, у нас команда вся дружная, нету там какой-то конкуренции, где-то косо кто-то на кого-то посмотрел. У нас вся команда дружная, мы все на позитиве, именно это привлекает людей. То есть, недаром говорят, что посеешь, ты пожнешь. Я не буду говорить на русском, но все меня поймут. Все правильно, да, да. Поэтому, если мы будем сеять людям радость, если мы будем давать людям возможности зарабатывать, то, соответственно, люди к нам будут тянуться, и, мне кажется, чем проще мы, тем проще будут к нам относиться. Подобное притягивает подобное. Сто процентов, да. Вот это отлично. Я очень благодарна за то, что мы сегодня, и я, и партнеры услышали ответы на те вопросы, которые их интересовали, которые я задавала, да. И хотела бы вам пожелать крепкого здоровья, терпения, потому что, как говорится, нужно очень много приложить усилий для того, чтобы держать такую компанию в кулаке, да, и довести ее до такого масштаба, чтобы через пару лет они гремела просто, не знаю, не только наша страна, но и весь зарубежный мир. Я думаю, что мы к этому придем, но я хочу выразить благодарность всей команде, которая с нами работает. Это технический отдел, это финансовый отдел, то есть все ребята, которые с нами на сегодняшний день работают в компании, вот без них, мне кажется, компания не существовала бы, потому что самому осилить тот объем, который есть, просто нереально. Здесь очень важно все это организовать, и вот когда будет правильная организация, тогда компания будет развиваться. Сейчас мы стремимся, я не скажу, что у нас идеальная организационная схема, но благодаря тем сотрудникам, которые у нас на сегодняшний день есть, компания развивается, мы сейчас усовершенствуем. Вот Сережа очень большой вклад делает, наш административный директор, Илья, Микром, то есть ребята с технического отдела, ребята с технической поддержки, вот Анна, вот все вносят такую большую лепту в развитие компании. И вот без этих ребят мы просто бы не смогли двигаться вперед. Хорошо, можно вот еще один вопрос, который исходя из разговора вышел. Также партнеров интересует такой вопрос, можно ли увидеть открыто, вот точно так же, как и вас, всех участников команды, того же Икрома, как вы назвали, Илья, Сергея и так далее. То есть все хотят, коль есть открытость, тогда открытость полная. Мы сейчас готовим такие интересные интервью с нашими некоторыми сотрудниками, это с такшим трейдером Артур у нас есть, и у нас есть Людмила, это юрист компании. Мы им позадаем определенные вопросы, они на них поотвечают, это будут своего рода публичные, так сказать, люди. То есть это будет запись, подобная пара, как и у нас сейчас? Да, конечно, это будет точно такое же интервью, как у нас сейчас, просто либо кто-то из нашей инициативной группы проведет это, либо я сам проведу такое мероприятие. И из технического дела мы не задавались на самом деле вопросом публичности, ребята просто выполняют свою работу. Вы видите их в чате, вы видите постоянно, то есть они не скрываются, у них не скрытые аккаунты, они постоянно ведут абсолютно открытый образ жизни. У них настоящие фотографии, у них настоящие имена, у них там нету каких-то имен типа юзер, какой-то картинки и на этом дело все. То есть мы как реально открытая компания, так как я себя веду абсолютно открыто, абсолютно прозрачно со всеми участниками. Точно так же самое и наши сотрудники, они постоянно на связи, они доступны, можно задать вопросы. Но главное там много не задавать вопросов, лучше там техническую поддержку обращаться. Хорошо, в свою очередь я так понимаю, как раз по этому поводу было последнее задание, да, вот есть еще возможность такой раздел заработок без вложений, когда люди выполняют задание и соответственно зарабатывают на этом деньги. Поэтому как ваша открытость, точно так же и для партнера, да, что партнеры должны выставить свое фото в кабинете и соответственно, чтобы мы видели точно так же все своих партнеров в лицо. Одним из ключевых моментов, почему мы поставили задание по установке фото, это стало поздравление. Вот мы столкнулись с проблемой, когда человек достигает какого-то определенного статуса. Конечно же мы с ним можем связаться, мы ему можем позвонить, мы ему можем написать, кто привязал телеграмм, например, но не все сразу выходят на связь. Когда у нас есть в личном кабинете фото человека, мы сразу можем это фото вытянуть, вставить в картинку нашу поздравлялку и человека поздравить соответственно в чате. Я забегу наперед, там будет очень крутая штука, когда вы заходите в разделы Вайнекс Инвест, в целом, когда вы любой раздел из этих откроете или просто откроете сайт, у вас будет очень крутая поздравлялочка, такая анимированная, мы ее сейчас готовим. Это будет при достижении абсолютно любого статуса. Благодарю за то, что вы уделили нам время, то что вы пришли сегодня к нам и ответили на все вопросы партнеров. Поэтому рада была вас видеть. Все, благодарю, хорошего вечера. Спасибо, взаимно, всего хорошего, всем пока.